Что же вы топчетесь на месте? А, вас тревожит вопрос, с какой стати? Почему из миллионов ныне живущих выбрали именно вас? Это не секрет, Панове, потому что вы любите страшные сказки. Те самые, которые рассказывают жутким шепотом, глядя на полную луну. Те самые, от которых перехватывает дыхание и кровь стынет в жилах, а кожа покрывается невидимой ледяной коркой. Те, что возвращаются снова и снова в ночных кошмарах. Вы слышали подобные сказки много раз, но сегодня вас ждет нечто особенное. Эта история не сон и не бред. Все произошло наяву. Что, собственно, я и берусь доказать. Наш первый свидетель. Мартина Бржезова. Карманная воровка. Ну-ну, дитя, не смущайся. Это ведь в прошлом, верно? Верно. Говори громче, чтобы все слышали. Это в прошлом. Чудесно. Мы как раз хотим ненадолго вернуться в прошлое. Скажи, дитя, когда началась эта история? С 17 июля 1883 года. Я спрашиваю не про убийство. Когда ты впервые услышала про голема? Я не помню точной даты. Наверное, лет за 10 до этого. Мне тогда исполнилось 4 года. Но момент ты помнишь отчетливо? Помню. Как будто это было вчера. Скажи, дитя, ты тогда испугалась? Очень. Бабушка. Бабушка. Бабушка, ну проснись. О, Господи. Ну чего тебе, Мартинка? А правда говорят, что он опять приходил? Кто приходил? Голем. Черт, кто ж такое говорит, внученька? Эльзи Бета говорит. Накажи ее. Илишка? А? Илишка, ну-ка, поди сюда. Ну что? Не притворяйся, ягаза. А? Я же слышу, что ты не спишь. Подойди ко мне. Ты зачем сестренку пугаешь? Ничего не пугаю, чистая правда. Голем приходил вчера на Анинскую улицу и убил мясника. Мясника? Да с чего ты взяла? Франтишек божился, что сам видел, как труп выносили из мясной лавки. Погоди, погоди. Это какой Франтишек? Сын кривой повитухи? Он самый. Весь в мать. Тату же шастает по округе, собирает сплетни, а если нечего сказать, выдумывает небылицы. Мясник наш, пани Игнац, три дня пил без продыху. Вот сердце у него и не выдержало. Но злые языки наплетут всякого. А откуда у покойника глина во рту? Глина? Я сама слышала, как полицейские под наш мёклись. Один говорит, и ноздри, и горло забиты, будто кто положил огромную глиняную ладонь на лицо мясника и держал, пока тот не задохнулся. Ой, страсти какие. Бабушка, можно я свечу зажгу? Ещё чего удумала, свечи зря переводить. А другой полицейский отвечает, и как же нам теперь убриться и искать шлюхи на ляшках? Замолчи, Иришка, не гоже такие слова повторять. Ой-ой-ой. Вот я тебе язык мыльным корнем натру, чтобы на всю жизнь запомнила. Да спите уже, непоседы. О, господи. Бабушка. Бабушка. Ну, чего тебе? Этот голем, он очень страшный. Езжай, Джерчика, я сама не видела. А я видела. А я видела. Спи уже, выдумщица. Брехковка она, а никакая не выдумщица. Видела, видела. Все говорят, что голем великан, а он просто высокий. Но сапожник из кислого переулка всяко повыше будет. Сапожник может к нам в это окно заглянуть, хоть мы и на втором этаже. А к голем даже до подоконника макушка не дотянулся. До какого подоконника? До нашего? Что ты говоришь, Илишка? Когда ты голема видела? Вчера ночью. Ой, я проснулась от того, что луна светит. Она же всегда в полнолунии над рекой висит и прям в мой угол лучами бьет. Вылезла я из кровати, чтобы задернуть занавеску, и в щелочку посмотрела. А по улице как раз голем проходил. Да ну? И что же ты увидела? Спину увидела. И огромную голову шел голем посередине улицы, расставив руки в стороны. Ух ты! Пальцы у него такие длинные, что доставали до стен домов слева и справа. А с ладони истекала влажная глина. Ой! Если бы кто из прохожих попался навстречу, то не сумел бы проскользнуть мимо. Заграбастал бы его голем. Даже тебя, Мартинка, хоть ты и Юркая, он бы вмиг прихлопнулся. Ой, не надо, пожалуйста. Илишка, перестань уже сестру пугать, не заснет ведь. Это самое, как я говорю, куда, говоришь, голем шел? Куда, куда, известно куда. В лавку мясника на углу. Наутро оттуда вынесли покойника. Франтишек так говорит, а он зря болтать не станет. Тьфу, ты снова здорова. Задам я тебе, и Франтишеку твоему достанется. Спите уже. О, Господи. Бабушка. Можно я с тобой ляблю? Деточка, да ты вся дрожишь. Вон зуб стучат, ноги ледяные. Довольно, пакостница? Подумаешь, это трясогуска от любого шороха в обморок падает. Бабушка, а вдруг, пока я сплю, голем придет и меня задушит? Не бойся, Мартинка. Голем хоть и чудовище, а малышей не обижает. Да и взрослых тоже не душит без разбору. Только тех, кто грешил, да много зла людям сделал. Разве паник Игнац был злой? С чего ты взяла? Так ведь его голем убил. Ну, 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 нашла кого слушать. Паник Игнац просто умер. А я тоже умру. Умрешь, внученька, конечно, умрешь. И я умру, и Ильишка все умрут. А ты спи, спи. Ты вот какую заповедь запомни, Мартинка. Не греши больше других. Тогда и спать спокойно по ночам будешь. О, Господи. Мартин! Что? О, Лим прячется в тенях. Ищет он ночных гуляк. Бабушка, скажи. Ильишка, ну-ка быстро спать. Если встретишь Исполина, то умрешь под слоем глины. Бабушка, скажи, чтобы она прекратила. Еще хоть слово услышу, запру в чулане до утра. Полночь часики пробьют. И Мартиночку убьют. А десять лет спустя все наоборот вышло. Голем не так и не встретился, а до Эльжбета добрался. Зря мы не послушали сестру в ту страшную ночь. Надо было уехать из этого ветхого дома. Туда, где не водится никаких чудовищ. Не знаю, есть ли такие места в мире. Должны. Не везде же человеку так пасходно живется и так страшно умирается, как в Праге. Скажите, Панове, где тут прачку задушили? Прачка? Туда проходите, по лестнице. Сюда, говорите? Да, на второй этаж. Вон, видите, окошко под крышей. Благодарствую. Ага, полицейские. Один уже пожилой и до того худющий, что, кажется, сейчас ветер дунет, и он согнется, будто ковыль на лугу. Хотя нет, такой не согнется. Вон, как нос задирает. А второй пониже ростом. Молодой, мордатый, уши топыренные. Подобно глупарея навидалось. Сколько раз мне на рынке руки выкручивали. Да только я всегда успевала от добычи избавиться. Ни разу меня полиция не сцапала. Но сегодня сестренкой они по твою душу пожаловали. Хотя им душа без надобности. Ох, Альжбета. Живая ты даже перед доктором стеснялась раздеться. А сейчас ведь и не спросят. Сдернут простыню, простыню. Равнодушно перевернут на живот. Потом на спину. Запишут в протокол, что шея твоя свернута на бок. И даже не восхитятся, какая у тебя кожа. Нежная. Беленькая. Без единого пятна.